Приветствую вас! Этот внедорожник начали разрабатывать в конце 60-х годов на Ижевском автомобильном заводе, раньше чем ВАЗ начал разрабатывать свой внедорожник, известный сейчас как ВАЗ-2121 Нева. Именно в 60-х годах 20 века в СССР появилась потребность новым компактным внедорожникам, ориентированным на сельскую местность. И вскоре был представлен первый прототип будущего автомобиля, получивший название ИЖ-5. Но этот автомобиль был не более чем ездящим прототипом, к тому же с кучей сопутствующих проблем, и дальнейшие работы над пятеркой прекратили. Зато все наработки легли в основу другой модели, которую в будущем планировали выпускать на Ижевском автозаводе. Им стал автомобиль ИЖ-14, который конструктора представили в 1972 году. При проектировании нового внедорожника были учтены все ошибки предыдущей модели, и доработанный ИЖ уже выглядел вполне прилично. ИЖ-14 представлял собой трехдверный полноприводный автомобиль с цельнометаллическим кузовом. Под капотом автомобиля установили серийный уфимский бензиновый мотор УЗАМ-412Э мощностью 75 лошадиных сил, способный разогнать автомобиль до 120 км в час. В паре с ним работала четыреступенчатая механическая коробка передач. Особенностью данной модели была ее раздаточная коробка, позволяющая одним рычагом подключать передние, задние или все колеса, и пониженную передачу. Крутящий момент от двигателя передавался к передним, которые имели усилию на АТО-Москвича 412-го независимую многорычажную пружинную подвеску, и задним, назависимой на двух продольных полуэллиптических рессорах колесам. Также унифицированными с москвичом 412-м были барабанные гидравлические тормоза с гидровакуумным усилителем. Интерьер автомобиля особенным шиком не блистал, так как во главу угла была поставлена функциональность. Заднее сидение было выполнено складным, что позволило существенно увеличить полезный объем багажника. Причем система складывания была сделана таким образом, что при складывании сиденья вперед, его спинка поворачивалась на шарнирах назад, выравниваясь сиденьем в одну линию. Всего было создано два опытных образца, но приступить к дальнейшим испытаниям они не могли, так как внедорожник «Сецела» проектировался по инициативе завода и нигде не значился, а следовательно финансирование проекта не предусматривалось. Но все решилось благодаря визиту на «Ижмаш» секретаря ЦК КПСС Дмитрия Федоровича Устинова, который в то время курировал завод. Ему ИШ-14 очень понравился, и он дал добро на финансирование дальнейших испытаний. И в марте-апреле 1974 года ИШ-14 вместе с ВАЗовской Нивой, УАЗом 469, Луазом 969, а также с двумя западными внедорожниками Рейндж Ровер и Ленд Ровер 88 на Дмитриевском автополигоне начали испытания. Где ИШ показал не очень хорошие результаты по скорости управляемости, проигрывая Ниве, но по эргономике и проходимости заметно опережал УАЗ. К тому же испытания показали, что эфимский четырехцилиндровый двигатель слишком слабый для ИШ-14, что говорило о том, что заводу нужно искать либо более мощный силовой агрегат, либо создать свой. Что стало настоящей проблемой, ведь на создание нового двигателя нужно было время и средства, чего у завода не хватало. И пока на Ижмаши ломали голову над доводкой автомобиля, время было упущено, и предпочтение руководства Минтранса получила автовазовская Нива. К тому же решающим фактором стало то, что Волжский автозавод мог полностью производить автомобиль своими силами, чем Ижевский завод похвастаться не мог. Ведь для производства ИШ-14 требовалось не только создание новых производственных мощностей на предприятии, но и увеличило бы нагрузку на заводы, поставляющие узлы и агрегаты. Окончательной точкой в закрытии проекта по дальнейшей разработке Ижевского внедорожника стало предписание дальнейшем выпуске только москвичей. И свои перспективные проекты предприятию пришлось забросить. А из двух прототипов Ижевских внедорожников до наших дней дожил только один, который экспонируется в музее завода. И если мой ролик вам понравился, был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока. Продолжение следует...